Здравствуйте. Представьтесь пожалуйста. Надежда. Умачанка. Надежда, скажите пожалуйста, вот что такое для вас Украина? С чем это слово ассоциируется? Что вы представляете, когда слышите его или произносите это слово? Украина для меня это мирное небо. Это хорошая зарплата, хорошая работа. Это будущее для моих детей, для моих внуков. Согласие в стране. Здоровье. Скажите пожалуйста, а гражданин Украины, что у вас ассоциируется вот с этим понятием? Как вы себе, какие вы вкладываете смысл какой в эти слова? Это честный. Самый первый, это человек честный, который честно работает на работе. За это честно получает соответственно зарплату. Честно ведет себя в обществе. Считаю, что все связано с честностью. Потому что это самое главное для человека. Скажите пожалуйста, вот какую страну вы бы пожелали своим детям, внукам через несколько десятков лет, через 20-30 лет? Какую бы вы хотели страну для них представить? Самое первое, благополучное. Экономически стабильное. С хорошим будущим. И последний вопрос. Скажите пожалуйста, вот с момента провозглашения независимости в 1991 году, наша страна на ваш взгляд двигалась в правильном направлении в целом? Или напротив, она вот от той цели, которую вы в предыдущем вопросе сформулировали, она отходила? Ваше мнение по этому поводу? Я все-таки считаю, что правильно. Потому что жизнь идет вперед. На месте стоять нельзя. Идет прогресс в экономике, в науке, в политической жизни. Нет, надо все-таки правильно. И сейчас надо идти в нужном направлении. И в согласии. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами побеседовать.